Во вторник в северной столице открылся Петербургский международный экономический форум. Он традиционно объединяет ведущих политиков и представителей бизнеса. Главная тема в этом году – основа многополярного мира формирования новых точек роста. Как всегда, в деловой программе участвуют и делегации Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей. Как результат, в первый же рабочий день заключен целый ряд соглашений с инвесторами. Глава региона считает, что участие Верхней Волжи в форуме – это развитие отношений с действующими и поиск новых партнеров, создание новых предприятий. Одно из них – производство станков и комплектующих для гражданской авиации, которая появится в промзоне Боровлева-3. Объем вложений составит более 3,5 миллиардов рублей. Количество персонала – 120 человек с перспективой увеличения. В Конаковском округе построят завод на 150 сотрудников по производству высокотехнологичных компонентов для турбомашин. Подписи под документом поставили губернатор Игорь Руденя и председатель совета директоров группы компаний ВСК Александр Старостин. Это важный шаг по импортозамещению. Сумма инвестиций – более 1 миллиарда рублей. Производство планируется начать уже в следующем году. Согласно договору с компанией Герц Технолыжи, под Тверю построят центр разработки и производства оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин. Продукция по многим характеристикам превзойдет зарубежные аналоги. Верхний Волжье получит более сотни рабочих мест, а объем инвестиций превысит 1 миллиард рублей. Также глава региона подписал соглашение о реконструкции Лихославльского завода светотехника и созданию в городе технопарка, а также образовательного центра. Муниципалитет до конца 2025 года получит 250 новых рабочих мест. Сумма капиталовложений составит 1,5 миллиарда рублей. Ну и под Конаковым появится пятизвездочный отель на 149 номеров с ресторанами, спа-центром, пляжем, причалом и прочей инфраструктурой. Ожидается, что ежегодно его смогут посещать более 30 тысяч туристов. Сумма инвестиций превысит 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Все это даст округу 180 новых рабочих мест.